Приветствую, зрители на канале, с вами Смайлсик, и мы продолжаем проходить SpaceChem планету Серни Мир 4. Лучше не отвечать. Количество циклов у нас огромный вариант, символов тоже достаточно много, реактор как обычно один, но дальше эти реакторы вот здесь у нас уже появятся, мы сможем ими как-то рулить. Ну что ж, поехали. Лучше не спрашивать, а там не отвечать было написано. Итак, сюжет. Поднялась чья-то рука в задней части комнаты. Ну то есть здесь на самом деле происходит ситуация еще на сравнении 2, то есть сама история как бы не следует по планетам. Так. В последнее время было много опасений по поводу безопасности, знаете ли вы что-нибудь о... Это был несчастный случай, перебила она. Кто-то кашлянул и она прищуривалась. У нас есть запись соответствия звездной безопасности, у нас лучшие люди и ресурсы, к сожалению, иногда происходят инциденты, но очень редко. Было всего несколько компаний соизмеримых с SpaceChem, включая ее главного конкурента. Это SFCM, South Freeze Chicken, что ли это у нас чекан. А, Societ Francis de Chemi et de L'Exploitation Meniere. Я французский не знаю, я просто так прочитал, так что вы можете поругать меня в комментариях за это. И Organ Nexus, фирма меньшего размера, специализирующаяся на органических соединениях и известная своей общей некомпетентностью. Несмотря на последние новости, SpaceChem наслаждалась золотым веком невероятного роста и успеха. Анжела вытащила стопку бумаги из папки. Что-нибудь еще, прежде чем мы продолжим? Что в действительности произошло во время той аварии? Спросил другой человек, опять же сзади. Она перетасывала документы в руках и постучала ими по столу перед собой. Как получилось, что половина сотрудников станции была выброшена через шлюз? Даже если это был избой, почему они все там оказались? Бумаги выскользнули у нее из пальцев. Она уставилась на меня непроницаемым, безжизненным взглядом. Я откашлялся, и она отвела взгляд. Ее губы растянулись в напряженной улыбке. Мне нужно время. Просто собраться. Я скоро вернусь. Она скрылась за дверью. Она не вернулась. Вылетела через шлюз, видимо, следом. Посмотреть, что же там случилось. Но эти события происходят на Сернемер 2. То есть они не связаны с тем, что было. Ну, очевидно, что мы присутствовали в каком-то месте, и тут внезапно мы переместились всей толпой. Нет, это точно нет. Ну что ж. Что нужно сделать здесь? У нас есть азот с связью... Максимальное число связей 5. Это значит, что здесь надо не перепорщить. Потому что в качестве результата мы выводим тот же азот, только на этот раз у нас связи уже 3. То есть при этом написано N2. Ну да, N2, только связь тройная. Так, ну что ж. Здесь я сделаю точно так же, как и с двойной. Не помню, на самом деле так это было или нет. Но, в общем, я решил забрать ее отсюда. То есть у меня было кольцо. И здесь я просто забирал то, что получалось. Здесь, получается, у нас будет 3 бонда. И часть бондов я отправлю на вот этого. И часть бондов будет здесь. Всю вот эту конструкцию я переместил вот сюда. То есть пока эта ветка у нас проходит, я немножко поближе сделаю. То есть вводить молекулу я буду здесь. Следовательно, далее здесь я буду ее забирать. Ну вообще, в принципе, это логично, что забираем ее в том месте, где она появляется. Все, здесь мы ее вводим, забираем. Далее. Зачем нужно ее забирать? Ну, если мы введем следующую молекулу, то она появится снова здесь. Это значит, что нам нужно будет ее, как минимум, отправить. И если мы введем следующую молекулу здесь, то далее можно их уже связывать. То есть задача вот этого сейчас будет сделать тот самый бонд. Итак, вот у нас шаг 2, 3. Значит, шаг 2, 3. Вот здесь должен произойти бонд. Синий. Вот здесь. Давайте посмотрим, что у нас из этого дела получается. Вот она ушла. Он вводит следующую. И так как красный движется немножко раньше, это значит, что молекула появляется раньше. То есть здесь очень важно еще определить такую ситуацию, что синий, он чуть-чуть запаздывает. Если, допустим, я буду делать красным бонд, а синий будет выдавать мне молекулу, то бонд произойдет раньше, чем молекула появится. И связи не произойдет. Все. И вот мы тянем их уже две. Тем временем, эта молекула у нас, точнее, этот волда у нас двигается уже сюда. И, по сути, можно здесь сделать следующий бонд. Вот, что я и сделаю. То есть следующий. То есть здесь уже будет двойная связь. Раз, два. Вот, у нас уже двойная связь. Уже хорошо. И, кто мешает красному, сделать бонд свой. Таким образом, вот уже на этой ступени я получаю тройную связь, которую мне достаточно будет забрать. То есть он выполнил свою задачу, и его можно будет загонять уже сюда и разворачивать здесь. Все. Вот такое маленькое кольцо, и мы, в принципе, получили то, что нужно, а этот может ее забрать. Вопрос, где ее сбросить. Ну, очевидно, что у нас осталось последнее место. Делаем дроп вот здесь. Так, дроп. А, какой граб? Дроп. Вот. Делаем дроп здесь. Все. Вот у нас то, что получилось. Тогда вот эту штуку всю надо будет каким-то образом сюда загнать, захватить ее. То есть если делаем дроп, то у нас молекула будет вот здесь. Забираем мы, соответственно, тоже где-то ее в этой стороне. Но здесь у нас уже занято, и мы не можем это сделать. То есть забирать я могу ее ниже, на следующем кольце. И вот здесь у меня была засада. То есть я пытался сделать такое же маленькое кольцо вот здесь. Как я не пытался? Оно у меня просто не дотягивается досюда. Поэтому я сделал кольцо длиннее. Но сейчас у меня почему-то появилась мысль. Я попробую, наверное, ее реализовать в плане движения туда и обратно. Но тогда мне нужно будет бондить немножко раньше, вот здесь. А вот здесь забирать. Но тогда вся эта конструкция должна у меня быть ниже. Потому что граф должен происходить уже вот здесь. То есть я хочу просто попробовать. Если нет, то я сделаю свое задание, которое было у меня изначально. То есть я попробую выстроить их в линию. Вот, в принципе, да, он ее забирает. И то, что бонд проходит, уже ничего страшного не происходит. Но вот здесь... Видите? Все. Я ее ввел, но было рассчитано на то, что я должен уже вернуться. Но, опять же, я же еще ничего не сделал. То есть я могу попробовать дроп сделать вот здесь. Но здесь есть только один нюанс. А где я должен буду выводить их? Ну, допустим, вот здесь. То есть аут у меня будет ниже, вот здесь. Но есть риск того, что я не успею вот сюда. Так, стоп, секунду. Аут не тот. Ну, если получится хорошо. Нет, нет. Как бы я сделаю стандартный вариант. Все, вот она ушла. И вот, в принципе, да, видите, я уже не попадаю. А я уже должен бондить. То есть, по сути, я должен вернуться. То есть вот, у меня идет аут, а здесь должен быть бонд. Так что, видимо, не судьба, да? То есть, технически-то даже... А, даже в цикл я не попадаю. То есть у меня вот эта штука должна быть вот здесь. Вот тут. Только тогда, может быть, получится. То есть, хотя... Вот здесь у нас 6 движений, а здесь у нас 1, 2, 3, 4. То есть, по идее, меньше. Ну, то есть, по идее, это все должно сработать. То есть, у меня цикл должен... Ну, то есть, вот давайте я, допустим, ее сброшу. Так, почему? И видите, я уже отстаю. Хотя у меня вот это кольцо, ну, как бы, представим, что оно сплюцнутое. То есть, по идее, я должен быть где-то вот тут. Здесь ходить. То есть, если вот это получится, да, вот сейчас. Раз. И вот она пошла. Да. Видите? И вот здесь, то есть, вот оно. Вот если я буду двигаться в рамках вот этого всего, то у меня все получится. Проблема в том, что у меня дроп есть. Я аут, мне аут некуда ставить. И сюда я поставить его тоже не могу. В общем, засада. Как ни пытайся. Я тоже пытался это сделать. Как-то, может, в линию это выложить. Но у меня ничего не вышло. То есть, это все равно крайняя точка. Здесь я должен молекулу бросать. А здесь это край, где я могу ее забрать. То есть, технически мне здесь нечего делать. Если только лишь как-то... Я даже не знаю. Ну, старт опять же я не смогу сюда поставить. Вот в чем еще проблема. Если только я буду загонять его с какой-то стороны. А этот бонд... Так, у меня... Подождите. Вот она здесь. Да? Раз бонд, два бонд. Все. То есть, по идее, он должен быть на определенном расстоянии. Так. А если... Вот здесь будет аут. Я, кстати, да, выяснил еще одну вещь. Я попробую сейчас ее вставить сюда каким-то образом. Ага. А как я буду загоняться сюда? Это только сюда можно сделать будет. Но тогда в бонд я не зайду. Если только единственное мне ставить этот бонд изначально. Просто, что он есть. Но тогда вот здесь бонд не пройдет. В общем... В общем, засадам. Как ни пытайся, у меня это не получается сделать. Но... Допустим. Но все равно. Они должны быть вот как... Здесь где-то аут. Раз. И все. И бонд отсутствует. Видите? Вот еще один бонд. Но нету. Вот здесь была бы еще одна штука. Я бы, в принципе, сбондил ее здесь. И нормально было бы. То есть я бросил. И вот здесь у нас пошло. Так. Ну понятно, что да, я отправил не то, что нужно. Потому что там связи мало. То есть... Вот этот бонд, он должен быть попозже немножко. Вот дроп у нас происходит. Вот он. Первый бонд. Этот-то зачем тогда мне нужен? Нет, у меня все-таки идея есть, что это должно получиться. Давайте попробуем загнать его вот сюда. Вот у меня будет два бонда. Пусть... Пусть они дублируются. Я хочу просто в циклах выиграть. Вот. Сейчас проверим. А, видите, да. Все. Не сработало. То есть... Так. Ну-ка, если я выставлю их дважды вот так. Вот здесь у меня через нее пройдет дважды. Так. И вот сейчас, смотрите. Раз. Ааа. Не попал. Видите? Все. Он должен был там сбондиться. Не вышло. То есть, по идее, вот здесь этот бонд, он хорош. То есть, вот здесь, да, бонд произошел, но вот здесь он тоже нужен. И как ни крути, уже все. Либо тогда мне где-то здесь его тоже надо делать. В общем, нет. Что-то как-то нет. Может, вы, конечно, видите, как это сделать. В общем, у меня не вышло. Давайте я тогда сделаю тот вариант, который у меня изначально был, который у меня сработал. То есть, я гонял это, на самом деле, очень долго. Ну, может, мое решение кому-то на что-то хотя бы намекнет. Вот, может быть. Так, вот это уже лишнее, значит. Давайте. Все, здесь мы отправляемся на круг. Здесь мы забираем, но забирать я буду здесь, потому что у меня вот этот, соответственно, тоже весь сдвинется. Вся вот эта штука. Нет, это останется. То есть, мне пришлось просто увеличивать вот эти круги, чтобы они стали четверкой. Все. По-другому уже никак у меня не вышло. Может быть, у вас получится. Ну, вот здесь видно, что все, они стыкуются. То есть, как бы проблем никаких нет. Ну, и ладно. В общем, вот такой результат. Ну, я считаю, что он тоже достаточно неплохой. Ну, конечно, по символам, да, так себе можно было бы, наверное, улучшить как-то. Но пока у меня нет идей как-то сделать. Ну, я думаю, что по циклам неплохо. Хотя мне кажется, что можно было бы как-то это вывести. Но вот именно из-за того, что происходит очень много связей, у меня это не вышло сделать. В общем, ладно. Множественные выводы. Здесь все попроще. Потому что количество видно, что оно не так расползается. Значит, здесь особо-то и не помудрить. Но в любом случае, это видео я заканчиваю. В следующем видео мы попробуем с множественными выводами уже разобраться. Комментируйте. Может быть, у вас все-таки получится сделать какие-то решения и предложить, как все-таки это реально довести до ума. Ну, а я прощаюсь. Увидимся в других видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok